Друзья, в пятницу в свою очередь это день предназначен для того, чтобы строить планы на ближайший уикенд. Сегодня в нашей афишке мы расскажем, куда пойти и развлечься всей семьей на время новогодних праздников. Новогодние праздники на сценах Тюменских театров пройдет более двухсот спектаклей. Малышам они поведают о добре, справедливости, а взрослых вновь вернут в детство. На сцене ангажемента спектакль «Морозка» по пьесе Николая Калиды. История яркая и веселая, комичности персонажам придают даже костюмы, объемные из лоскутов. Театр куклы приглашает юных зрителей в изумрудный город. Специально для новогодней постановки бутафоры изготовили около 40 кукол. А благодаря видеодекорациям спектакль приобрел эффект 3D. Свой волшебник изумрудного города появился и в Тюменской драме. Здесь малыши будут не просто зрителями, а полноправными участниками сказки. А младшему сыну достался лишь год. Всего в новогоднюю кампанию театр представит зрителям три новинки. Это и семейный мюзикл «Кот в сапогах», и комедия «Карнавальная ночь». Премьера последней намечена на 2 января. На праздничную премьеру приглашает и Шимский театр. Юным горожанам приготовили смешную историю о том, как новогодняя елочка вместо праздника попала к бабе Иге. Искать зеленую красавицу будут Илья Муромец, Иванушка и Дед Мороз. Постановка получилась музыкальной и на современный лад. Отличный способ отдохнуть от городской суеты и отправиться по туристическим местам области. Благо дорога займет всего пару часов, зато впечатлений хватит до конца зимы. В Абалаке в субботу откроется резиденция сибирского Деда Мороза. Гости смогут посидеть на троне доброго дедушки, рассказать ему стихотворение и получить подарок. А еще заглянуть в избушку в гостеприимной бабе Иге. Она угостит всех горячими пирогами и блинами. И, конечно, не обойдется без наряженной елки. Ее установили в центре сказочной поляны, чтобы водить хороводы и петь песни. А Елуторовский остров в каникулы превратится в Бериндеево царство. Повторечать гостей будут Дед Мороз со Снегурочкой и Снеговик. Посетители ждут игры и конкурсы на свежем воздухе, народные аттракционы и сувениры от местных умельцев. У меня на этом все. Улыбок, хорошего настроения и с наступающим Новым годом! Анастасия Крабенко, Артем Суханов, Сибинформбюро.